Сегодня в очередной раз мы поговорим о фидерных оснастках. И темой дня будет оснастка паттерностер. Данный монтаж используется продвинутыми доночниками много-много лет, а только потому, что с ним можно добиться отменного улова на водоемах любого типа. Паттерностер делается из двух разных по диаметру лесок. Обычно принято использовать основную леску более толстого диаметра, а второстепенную леску меньшего. Основная леска у меня будет 0,30 мм, следовательно, второстепенная леска должна быть на 4 или 5 десятых меньше. То есть, это должна быть леска 0,25 или 0,24 мм. Теперь нам необходимо две эти лески связать друг с другом, но связать строго в определенном месте. Поэтому две лески складываются четко в одну линию. Я отмеряю отрезок 40 см и в этом месте вяжу свою традиционную двойную восьмерку. Раз. И еще раз продеваю в это место леску. Вообще восьмерка – это узел универсальный. Я думаю, не только для доночников, но и для рыболовов, практикующих в других стилях ловли. Теперь нужно потянуть за все концы, стянуть узел, чтобы он принял правильную конфигурацию. Далее второстепенная леска с одной стороны отрезается от узла, нужно отмерить максимум сантиметров 20. Другой ее, выходящий наружу, кончик, отрезается. У нас получилось, что есть основа, в данном случае 0,30 мм, и второстепенный отвод с диаметром 0,26 мм. Теперь мы на отводе на расстоянии 10 см формируем маленькую петельку, подобно той, которая используется для формирования поводка. В эту петельку необходимо закрепить вертлюжок с застежкой. Я традиционно пользуюсь застежками-вертлюжками от Овнар. К застежке крепится кормушка. Далее в конце основной лески формируется еще одна петелька, куда впоследствии методом петля в петлю будет закрепляться поводок. То есть получилась оснастка. Она очень похожа на ранее мной описанную оснастку петля Гарднера. Только здесь используется не основа, а используется другая леска меньшего диаметра. И крепление не из двух, не двойная леска, а одинарная. Теперь объясню, для чего используется данный монтаж. Как говорится, есть такое правило. Рвется там, где тоньше. И паттерностер используется в условиях тогда, когда приходится ловить насильно за мусоренным. В дне, где много коряк, где рыболов осознанно идет на такой риск, где, скорее всего, он будет отрывать свои кормушки, терять, но при этом сохранять рыбу. Конечно же, данная оснастка создается не для того, чтобы каждый раз на вываживаниях рыбы отрывать кормушку. Но в нем предусмотрен момент, что если все-таки кормушка зацепилась за какой-то мусор на дне, она с легкостью оторвется за счет того, что она имеет более тонкий диаметр, но рыбу вы при этом выведете в целостности и сохранности. Поэтому оснастка Паттерностер для тех, кто хочет поймать рыбу в своей мечте в сложном месте. Пользуйтесь спортивными оснастками и реализуйте свои рыболовные мечты. Продолжение следует... Продолжение следует...